Всем привет! Привет! Мы начинаем нашу открытую лекцию в школе текстов и литературного творчества Бэнд. Время пошло записи, но люди еще подходят. Я буквально сейчас скажу два слова об этом курсе. Курс стартует на следующей неделе, на этой неделе, в среду. Он стартует на этой неделе в среду, и у меня здесь будет три лекции и один вебинар, один семинар, разбор текстов. Первое правило любого хорошего текста – расскажи, кто говорит. Почему выступает педиатр, а не гинеколог? Почему сегодня про то, как писать интересно, говорю я. Меня зовут Соколова Стасия. Я приглашенный главный редактор Flacon Magazine.com. Это такое нишевая медиа о красоте и всего вокруг этом, о бьюти, о внешнем как о социальном явлении, и здоровье, психологии, и всем вокруг красоты. Я 10 лет проработала в самом глянцевом издательском доме мира Канденаста «Россия», которое прекратило свое существование на русском языке после 24 февраля 2022 года. И я также написала книжку «Как стать лучшим редактором глянца» и даже веду подкаст на эту тему «Как писать». Смысл в том, что я, будучи шеф-редактором журнала Vogue, шеф-редактором и замглавный редактор журнала Glamour, сталкивалась все время примерно с одними и теми же заковыками в текстах, то есть с проблемами начинающих журналистов и не очень начинающих. И со временем я поняла, что общий набор моих советов повторяется, и пора уже их куда-то записать, чтобы все больше людей руководствовалось какими-то общими терминами и общими принципами в написании текстов. Соответственно, я уже много лет выступаю как такой доктор статей, текстов и даже постов. Поэтому на этом курсе «Как писать нонфикшн» у меня целые три лекции. В рамках курса мы будем заниматься полтора месяца не только со мной, а еще с другими классными преподавателями. На этом слайде не написано, но одним из педагогов будет Надя Попудогло, главный редактор очень классного медиа Mel.FM. Это тоже нишевая медиа, но с выдающимся трафиком, то есть очень читаемая медиа. И также Надя Попудогло, главный редактор Flacon Magazine.com вместе со мной. То есть мы называем ее главным редактором номер один, а я приглашен на главный редактор. И Надя супердиджитальный журналист, поэтому очень интересно будет вам также с ней поговорить. Но это короткая затравочка к моему сегодняшнему выступлению, собственно, по теме. Вот Оксана спрашивает этот вебинар рекламы платных курсов. Да, это открытая бесплатная лекция, анонсирующая платные курсы школы Бэнд. Я по просьбе школы сегодня выступаю лектором для всех желающих послушать. Вообще сегодня, я не хочу это называть лекцией, я бы назвала это разговором о текстах. В нашем деле в журналистике и вообще в деле писательства текстов в жанре нонфикшн очень важно не писать, не учиться писать, а учиться думать о текстах и помогать думать о текстах разговор о них. Поэтому да, вот сегодня я в таком, считаю, в режиме разговора работаю. Прежде чем начинать чему-то учиться, начинать чему-то учиться, очень важно понимать, зачем вы это делаете, да, какая цель. Вот я считаю, и многие мои коллеги, журналисты и в том числе иностранные корреспонденты говорят одно и то же, что сегодня учиться писать нужно абсолютно всем, и никакой искусственный интеллект не заменит очень важных вещей, которые дают умение выражать себя в тексте и умение вообще существовать в тексте. Для чего мы учимся писать? Да, многие говорят, хочу заработать денег, хочу прославиться, но на самом деле прежде всего мы учимся писать для того, чтобы обрести свой авторский голос, и этот авторский голос мы не все можем снимать в видео, не все можем жить в виде картинки или видео в интернете, но мы можем, каждый из нас, каждому из нас цивилизация современная сделала доступным существование в виде текста. Мы можем быть с вами текстом. И крутость текста в том, что к нему может прикоснуться любой человек в любой точке земного шара прямо сейчас, но, естественно, говорящий на этом языке, на котором вы пишете. Соответственно, дико важно использовать этот текст так, чтобы прозвучал именно ваш авторский голос, чтобы именно ваш авторский голос прорезался, и человек, который вас читает, мог осязать вас через этот текст. Вот это задача наша, которую мы должны ставить себе прежде всего. В моем тексте должен появиться я, автор. Хотя, конечно, журналистика старой школы говорила о том, что в моем тексте должен появиться герой живой, да, а мы с вами дожили до того момента, когда в тексте должен получиться автор. Дальше, да, какие еще у нас цели, когда мы учимся писать? Толкнуть свою карьеру. Очень многие сегодня понимают, что существование в виде текста онлайн очень сильно помогает карьере. HR-специалисты гуглят своих претендентов на вакансии. Очень сильно многим людям в карьере помогает то, что они пишут, они находят клиентов, они находят новую работу, и они находят единомышленников. Единомышленники – это важнее, чем друзья. Единомышленники могут помочь нам не быть одинокими, но также могут помочь нам перепрыгнуть из одной индустрии в другую, из карьеры в другую карьеру. Это все может нам помочь сделать текст. Важно понимать, что тексты, учиться писать, вот сейчас буквально в субботу я записывала новый выпуск своего подкаста «Как писать», разговаривала с журналисткой France Press, агентства, которая всю жизнь писала новости, а недавно пошла учиться в Columbia University на повышение квалификации. Человек там 10 лет работает профессионально, и он все равно идет учиться. И вот она тоже сказала, что я считаю, что всем нужно учиться писать. Но учиться писать на самом деле – это уже, цитата, конец цитаты. Учиться писать – это не то же самое, что учиться быть врачом или архитектором. Правил очень мало. В нажурфаках всегда говорили, что это ремесло. То есть это что-то очень простое, мало правил, и основное мастерство достигается еще тренировки. Поэтому правил немного, остальная работа – это домашняя работа, где вы тренируетесь. Но прежде чем я сейчас поделюсь какими-то основополагающими правилами, я хочу еще немножко, моя мысль должна немножко сейчас сделать маленький пит-стоп, заезд не туда, как Холден Колфилд, который говорил у Селинджера, что когда я начинаю чем-то рассказывать, я всегда ухожу в другую сторону, и потом никогда не могу вернуться обратно. Так вот, немножечко отступление. Нас очень часто смущает то, что вокруг слишком много голосов. Я сказала, должен прорезаться ваш авторский голос. Но как писать? Как вообще, какой смысл подходить к тексту, если вокруг так много голосов? Если вокруг так много текстов? Если уже все, любая шутка уже была пошучена, любая история рассказана, зачем вот тысяча миллиона первый голос? Ответ у меня, у меня есть ответ из двух слов. Миру не хватает только еще одной вашей истории и еще одной экспертизы. То есть миру всегда не хватает истории и экспертизы. Это то, что может каждый предложить, и то, что будет востребовано людьми. Истории и экспертизы. Что такое история? Истории – это то, когда мы учимся стритейлингу, часто слышим такой вопрос. Что такое история? Я всегда простыми примерами стараюсь оперировать. Красная шапочка взяла сумочку, вышла из дома, встретила на тропинке волка, сообщила ему адрес бабушки. Волк съел ее бабушку, нахотник всех спас. Это история. У истории есть начало, середина и конец. Поэтому миру, чем больше таких историй, тем интереснее жить людям вокруг. Что такое экспертиза? Экспертиза – это ваша специальность, то, чем владеете вы в своей профессиональной жизни. Мы наблюдаем разрушение институтов. Люди не ходят в поликлиники, они не доверяют врачам, они лечатся у экспертов онлайн, спрашивают совета. Люди с удовольствием читают истории бухгалтеров, которые рассказывают им о нюансах своей работы. Потому что всех восхищает профессионализм в любой сфере. И у всех вызывают недоверие какие-то институции. Поэтому на любой эксперт в йоге, в IT, в банкинге, в макраме найдет своего читателя. И, соответственно, для того, чтобы писать интересно, нужно либо видеть эти истории, узнавать эти истории, то есть узнавать их по полутонам, по звукам. То есть история про красную шапочку – классическая история. Но в людях вокруг нас, в сюжетах вокруг нас, в нашей собственной жизни эти истории есть, и эти истории не рассказаны. Умение понять, где история есть, а где истории нет – это значит, что красная шапочка вышла, но никуда не дошла. Вот это важный скилл, который нужно прокачивать. И следующий скилл – это уметь предоставлять экспертизу. То есть на самом деле превращать в истории вашу экспертизу, ваши профессиональные навыки и знания. Вот здесь я делаю маленькую пометку, что в случае рекламных текстов нужно уметь видеть нужды людей. Этой короткой фразе у нас, по-своему, встречена целая лекция про нативные тексты. То есть об этом – это такой отдельный разговор, но смысл в том, что если текст рекламный, прежде всего нужно увидеть нужды читателя, а потом уже истории, которые могут эти нужды закрыть. Так вот, как я уже сказала, миру нужны истории и миру нужна экспертиза. Но очень важно понимать, что мы с вами не учимся писать, выписывать или расписываться. Мы прежде всего учимся думать о текстах. Вот плохой текст – это то, в котором человек мало думал и много-много писал. Здесь в моей цитате привезена любимая карикатуриста Нью-Йоркера. Его как-то спросили, как вы рисуете такие гениальные карикатуры, все там просто аплодируют, каждая карикатура – это событие. А он ответил, что «before it's an ink, it's a thing». То есть прежде, чем взяться за чернила и рисовать, я сижу и думаю. Вот то же самое с текстами в жанре нонфикшн. Мы не садимся писать с наскока. Мы вначале очень хорошо думаем. Вот когда у меня появился ребенок несколько лет назад, я вдруг попала в ситуацию, при которой я не могла писать, съесть писать в тот момент, когда я понимала, что я созрела, для того, чтобы написать историю какую-то или текст. У меня было только определенное время суток. Раньше я жила в других обстоятельствах, когда я могу весь рабочий день по 8 часов, по 10 часов сидеть и писать. И вот оказавшись в этих обстоятельствах, я вдруг поняла, что на самом деле весь текст пишется в моей голове. Я весь день могу о нем думать. И поэтому, когда я сажусь за компьютер, я пишу гораздо быстрее, потому что я уже весело придумала. Это то, что раньше я понимала интуитивно, оформилось у меня в четкое представление, что привычка думать руками. Вот у пишущих профессионально за деньги есть привычка думать руками. Они садятся и пишут и думают. И пишут, переписывают. На самом деле это тоже может быть методом, но гораздо лучше метод, когда ты вначале очень подумал о том, что ты будешь писать, и только потом ты начал писать. Вот нонфикшн писательство – это не о том, как стиль, красивость, вот это все, а о том, что в блогинге это так же важно, как и в журналистике. Как же думать над текстом? С вами у нас, как я и сказала, такой разговор о текстах. Простые вроде вопросы для малышей, но по моему опыту, я с 2001 года работаю штатно в развлекательных медиа, по моему опыту эти простые вещи, иногда простые истины, работают лучше, чем сложные. Вот как думать над текстом? Вначале нужно задавать вопросы теме. Вы выбираете тему, но вы должны ее уточнить. Представьте себе, Красная Шапочка прожила огромную жизнь. Можно написать «Сто томов в житии Красной Шапочки». Но автор взял именно одну историю и рассказал именно ее. Вот уточнение темы дико важно. Мы не пишем вообще, мы не пишем житие, себя, еще кого-то. Мы всегда находим какую-то очень конкретную тему. Главный вопрос теме звучит так. Под каким углом я буду рассматривать эту тему в этом тексте? Что я хочу сказать этим текстом? Дальше может быть еще миллион точняющих вопросов. Дальше нужно задавать вопросы своей аудитории, думать про свою аудиторию. Что знает мой читатель об этой теме? Что ему известно? А что ему непонятно? Во-первых, кто мой читатель? Во-вторых, что ему известно уже? Потому что самый страшный грех, назовем его так, автора, когда читатель понимает, что он говорит, но не понимает, зачем он это говорит. Вот это частая ошибка. Люди читают смыслом ясен, но они не понимают, что им хотят сказать, зачем им это. Вот онлайн-потребление контента, мобильное потребление контента, а люди в основном все читают в своих экранах мобильных, оно очень укоротило этот момент, когда человек принимает решение, буду читать, не буду читать. И вот если человек первые два предложения не понимает, что ему хотят сказать, он немедленно бросает чтение. Он не будет дочитывать до конца. Это не роман Агаты Кристи, где интересно, кто убийца. Люди бросают читать. Вот это принцип, я вам показываю принцип думания о вашей аудитории. Как ее удержать, как делать, чтобы ей было интересно. И какая она, потому что не зная, какая она, вы не знаете, что ей известно, что ей будет интересно. И дальше моя любимая история, здравый смысл. Очень много в тексте может разбиваться о здравый смысл. Как только вам покажется, что к вам придираются, вам покажется, что ваш читатель идиот или ваш редактор идиот. Вот я часто, мне кажется, масса авторов начинающих считала, что я гадкая, придирчивая редактриса. Потому что иногда ты просто читаешь и говоришь, что вот здесь читатель споткнется. Это бьется за здравым смыслом. Здравый смысл нам говорит, что нельзя рассмотреть хобот без слона. У хобота должен быть хозяин. Почему слон идет по улице? Нужно сообщить, как может в городе взялся слон. Мы пишем нонфикшн. То есть мы не пишем литературное произведение, скорее всего, мы не пишем какой-то постмодернистский трактат или творение. Мы не пишем как Хармс, мы не пишем как Кавка. Хотя сейчас самое время писать как Кавка. Соответственно, это все примеры того, как мы должны думать над текстом, чтобы сделать интересный текст. А это единственная задача автора, чтобы текст был интересным. Вот у нас есть три вещи, которые помогают нам делать интересно. Старитейлинг, инфотеймент и новый язык. Разберем чуть-чуть поподробнее, но маленькое еще одно отступление. Большинство слушателей курсов у нас всегда люди, которые хотят вести блог, люди, которые хотят писать о себе или истории, которые живут вокруг них. И небольшой процент журналистов. Которые хотят прокачать свои скиллы. Вот я всегда говорю, что и тем, и другим дико полезно узнать ноу-хау, который придумал Глянец и использовать их в своей работе. Потому что Глянец, который уже сейчас фактически полностью сошел со сцены, по крайней мере в старом виде, в старом обличье, Глянец придумал много инструментов, которые помогают сделать интересно, и которые, вот представьте, даже в лучшие моменты, Глянец жил рядом с телевидением и радио. Новости уже прозвучали по радио, по телевизору качественно развлекли читатели. И вот выходит этот талмуд, журнал «Вога», журнал «Гламур», журнал «Космополитен». И вот выходят эти талмуды, грубо говоря, новости в них про шлогодний снег. Почему это будет интересно читать? Почему это люди читали за поем? Потому что Глянец придумал приемчики развлекательные, которые всегда работали. Глянец понимал, что новости не наша профессия. Наши новости уже стухли. Наша профессия – это развлекать людей, информируя, и информировать развлекая. Я сейчас перескочила на второй слайд с инфотейментом, но неважно. То есть важнейший инструмент Глянца – это инфотеймент. Второй важнейший инструмент Глянца – это старителлинг. Глянец во всем ищет историю. Красная шапочка должна не только взять корзинку Луи Виттон, она должна дойти до бабушки, где ждет волк, а потом должен прийти охотник. Если нет двух элементов из этого уравнения, все, истории нет. Поэтому Глянец почитайте, если кому-то еще это вообще придет в голову почитать архивы Глянца. Ну, я люблю, конечно, американский Глянец. Мне очень всегда интересовала западная школа старителлинга. И вот статьи Vanity Fair про, назовем его, не мятежного, а жестоко севшего в лужу из-за своих аддикций и нездержанного поведения Джон Гальяна. Огромная статья, это такое эпическое полотно. Или статья там про Наталью Водянову в Воге, как она обрела свою потерянную сестру, потерянную, которую маме пришлось отдать на усыновление из-за нищеты в семье. Это эпические полотна, это большие тексты, в которые пронизывает одна история. Это тот самый стритейлинг, что человек не будет читать, читатель, у меня, кстати, есть такая привычка, я читатель, все время называют человеком, что совершенно правильно, но я имею в виду, конечно, читателя. Читатель клюет только на истории, ему будет неинтересно читать нечто, что не волнует его так сильно, как волнует история с началом кульминации эпилога. Поэтому стритейлинг это важнейшая фишка, которую нужно убирать у глянца и использовать. Инфотеймент, я уже сказала, что это соединение информирования и развлечения. То есть каждый текст глянца был написан в развлекательном манере, веселый, с шутками, прибаутками, но он был не пустым, в нем были советы, как справиться с плохой перистальтикой. В последние годы онлайн-глянец стал писать про всякие низменные, совершенно для нас все, что естественно не безобразно во флакуумагазин, но для глянца там какие-то тексты про все, что ниже пояса у человека раньше было неприемлемо, но и то глянец в погоне за читателем стал писать про это, о чем я говорю, о том, что любой текст должен быть полезным, он должен содержать полезную информацию читателю, но подан не сухо, то есть в развлекательной манере. Вот текст не должен быть похож на инструкцию по судомойке или инструкцию к кишечнику, текст должен быть веселым. И третья вещь это язык. Язык это то, что волнует меня сейчас больше всего. Это мне интереснее всего уже несколько лет. Я считаю, что причина заката глянца на русском языке в том, что глянец на русском языке использовал старые лекала, он должен был переродиться гораздо раньше, но он не успел переродиться, 22-й год отменил любые перерождения, но глянец на русском языке использовал старый язык. Это такой был, я называю это язык пресс-релиза. Это был вязкий язык со штампами и устаревшими выражениями, из-за которого глянец перестали читать. То есть, да, его перестали читать в том числе и из-за отрыва от жизни читателей, но язык, вот этот сам вязкий язык, из-за которого сидя на маникюре или в поликлинике мы листаем журналы, но не читаем их. Вот этот плохой язык, это причина одна из самых, скажем так, самых сложных преодолений, но самых важных преодолений проблем начинающих авторов. Я думаю, что большинство из нас, из тех, кто сегодня слушает меня, мы питали вот этот вот школьный язык, которым писали сочинения. И этим языком очень сложно добиться внимания онлайн, этим языком очень сложно писать интересные тексты, потому что это язык такой почти академический, в чем-то академический, в чем-то язык заштампованный. И главное, почему этот язык не подходит для нон-фикшена, в том, что нон-фикшен, то есть тексты, основанные на реальных событиях и тексты о реальных ситуациях, о реальности, читая этот текст, читатель должен почувствовать так и было. Это правда. А язык излишне литературный сделать это мешает. Излишне литературный язык со множеством предаточных предложений и каким-то вот таким флером, я сейчас не буду на этом очень далеко уходить, потому что для меня это для самой такой темы для исследований и размышлений. Вот в этом языке есть какой-то такой отравляющий компонент, который читателю, читатель сразу отключается, у него ощущение, что это звучит какой-то белый шум, это неинтересно. И вот очень важно преодолеть этот язык, которым нас учили писать в школе, и заговорить живым языком. Это очень важно для нонфикшена. Вот здесь кто-то написал, почему так много английских выражений. Во-первых, потому что иногда только они помогают нам передать какие-то мысли. Именно потому, что из английских слов рождается наш сленг. Например, но это было всегда так, и в 60-е стиляги так говорили, а сегодня мы так говорим. Например, я очень часто использую в лекции на этом курсе слово «трушность». Для меня это хорошее слово, которое объясняет, чего не хватает в тексте, написанном излишне литературным языком. Нужна трушность. Как добиться этой трушности? Я предлагаю ломать стиль, ломать свой язык. Дальше я предлагаю ломать тоже вот этот штампы. Все, естественно, штампы надо убирать. А еще я предлагаю даже использовать вербатин. то есть записанный за человеком живой поток речи со всеми словами, мусорными словами, словами праздниками. В общем, живой язык это важнейшее условие интересного текста, который будут читать. И живой язык это, возможно, ваш ключ к обретению своего авторского голоса. Ну, здесь вот я в презентации привожу примеры мертворожденных фраз и выражений. лет еще не успело закончиться, очень вступаются и права, и всякие дурацкие другие выражения, как пример. Но примеров миллион. Просто запомните, что язык это то, о чем... Хотя я вам обещала, что в писательстве очень важно не как, а что. Что мы пишем, какую историю мы нашли, какую мысль мы хотим выразить, а уже как это записать, это вообще не важно. Но все-таки есть маленькая оговорка, что язык имеет очень важное значение, потому что если это язык штампов и язык сочинений школьных, люди не верят, что это так и было, а это наша важнейшая задача. Ну, это, по-моему, из довлатого цитата моя любимая. Кто-то попросил уже в чатике дать примеры статей и примеры что почитать хорошего, вот мой ответ. Что почитать хорошего? Для меня вечный ориентир это довлатов, короткий нарратив, шутка, которая разыграна с минимум средств, неустаревающий язык, который можно писать сегодня, читать довлатова. Non-fiction Денис Пузырев «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Пожалуйста, пример, как журналист, который пишет об алкогольном рынке, по-моему, в «Ведомостях», написал целую книгу, тоже простой язык, никакого нарратива, не нарратива этого, а вербатима, никакой вот этой вот безумной трушности, которая многих пугает, наверное, когда я начинаю к ней активно призывать. А тем не менее, живой язык, который интересно читать. Две богини, у меня три богини, но из них две мои любимые, Ася Долина и Радмила Хакова. Это две блогерки, из постов которых родились две отличные книги. Ася Долина журналистка, которая писала о себе, и в итоге сложилась отличная книжка. И Ася и Радмила, эти два автора, по сути, пишут в жанре дневник души. Это хороший жанр, это жанр, в котором есть и истории, есть и самопознание, в котором автор не раскрывается до конца, всех очень волнует вопрос, насколько откровенным нужно быть. Вы знаете, меру откровенности регулируете вы сами, и вы должны понимать, что никогда вы не будете слишком откровенны, если вы этого не хотите. Вот обе, и Радмила, и Ася, они вполне держат дистанцию, не раскрывая свою жизнь до конца, но будучи откровенным, то есть история души там достаточно откровенная. Вот читайте их, мне кажется, они вдохновляют, и суперзвезда блогинга Адоната, ее читают многие во Вконтакте, у нее вышло две книжки, это очень прикольная авторка, она родом из IT-индустрии, которая на ее примерах, кстати, на примерах ее текстов мы часто обсуждаем, как писать продающие тексты, продающие, потому что я кавычки делаю, это выражение, которое многие терпеть не могут, как писать продающие тексты, и у нас есть ответ на этот вопрос, соответственно, Адоната тоже классная, очень успешная, как автор, читайте их, смотрите, что популярно, то есть они популярны, их язык интересный, живой, они превратили свою любовь к текстам и желание писать в коммерческий инструмент, который по жизни приносит им доход и делает их счастливыми. Я приближаю к своему последнему слайду, после этого я отвечу на вопросы, которые вы уже покидали и покидаете еще, и это мой финальный слайд, я во всех своих лекциях всегда даю такие схемки, как писать, по какому чек-листу идти, потому что, хотя и советов в нашем ремесле немного, но когда редактор набрасывает, значит, туда не ходи, сюда не ходи, трушность в тексте включи, штамп удаляй, люди, читатели путаются, писатели путаются, поэтому я люблю такие схемки. Соответственно, если наша тема сегодня звучала, как писать интересно, вот слайд, отвечающий на этот вопрос. Для начала нужно понять, что в выбранной вами теме отзывается у читателя, что в этой теме ему будет интересно. Если вы хотите писать о хоботе, вспомните о слоне и подумайте, почему этот слон вообще может быть интересен людям, которым вы пишете, если они не сотрудники запарка. То есть найдите точку сопряжения, темы и интересы читатели. Используйте золотые приемы глянца, то есть стритейлинг. Ищите историю. Вот пример, как найти историю или что значит найти историю к своей теме, если тема уже история. Вот часто люди путаются, тема есть, о чем мне надо искать-то? Вот пример. Мы в Флакон Магазин хотели написать текст о том, как важно быть донором. То есть что дико важно написать там завещание, в котором ты скажешь, если, не дай бог, что-то со мной случится, органы мои не выбрасывайте, отдайте людям, если кому-то это надо. Но кому нужна такая статья? Все мы знаем, что хорошее – хорошо, плохое – плохо. Что про это читать? То есть статья, написанная в жанре ежегодно в России, всего столько донорских соглашений подписано. Это совершенно неразвитая отрасль. В день донора давайте все подумаем об этом. Это никому интересно. Нужен стритейлинг. Эту тему можно нападать только через стритейлинг. Как мы это делаем? Мы идем в нашу бесконечную библиотеку под названием интернет и ищем истории. И находим историю о том, как один, по-моему, электрик из, может быть, из Великобритании, благодаря его согласию на донорство был запущен самый большой в истории марафон пересадок. 60 пересадок стали возможны благодаря тому, что он согласился, что он подписал такое согласие. И вот рассказывая через эту историю, мы наиболее интересно раскрываем тему важности донорства. Вот пример, для чего нужна история, почему всегда ширше не ляфам, а ширше стритейлинг. Используем инфотеймент, чтобы это было не слуха, бу-бу-бу, а интересно. Вспоминаем про язык и дальше уже садимся писать. Все пишут по-разному, кто-то набросом большого черновика, а кто-то, как учу я, с помощью трех частного плана. Но это совсем другая история тем нашей следующей занятии. Значит, это расписание наших встреч только со мной. На нашем курсе масса еще других очень классных преподавателей. Всем, кто послушал сегодняшнюю бесплатную лекцию, Бэнд дарит скидку 10% на курс по промокоду nonfiction. Это то слово, которое надо писать, чтобы получить скидку. А сейчас в оставшееся время я отвечу на ваши вопросы, которые уже есть. И, может быть, вы еще докинете, чтобы мы поговорили о текстах чуть дольше. Смотрю. Дана пишет, что чат сегодня огненный. Сейчас найдем самые классные шутки. Как быть с верификацией историй, найденных в интернете? Александр спрашивает. Это хороший вопрос. Быть с верификацией историй следующим образом. Мы понимаем, что интернет бесконечная библиотека, состоящая на огромное количество процентов из непригодного к использованию приличными людьми контента. Мы относимся к интернету точно так же, как журналисты относятся к источникам. Мы знаем, что доверять мы можем только нескольким источникам. Цифровая Ленинка. Есть цифровые библиотеки с книгами, которые писались еще в те времена, когда нельзя было написать бред или неправду. Дальше мы используем источники уважаемых, качественные, как учили Нианжурфаки, СМИ. Качественные СМИ, Нью-Йорк Таймс, The Guardian, история, например, про электрика была описана в The Guardian. В России также есть, слава богу, хорошие медиа, например, Коммерсант. Они не будут выдумывать никакого электрика, чтобы собрать трафик. Поэтому, когда мы ищем историю в интернете, знаете, часто журналисты говорят постарше меня, что в их времена нужно было в библиотеку идти топать и, в общем, сидеть там в архиве и все это искать. У нас сейчас работа, в принципе, не поменялась. Мы тоже сидим и ищем, просто мы можем в библиотеку не топать. Библиотека есть онлайн. Но нужно всегда понимать, что очень много шлака и нужно фильтровать. Я вообще не разрешаю, вернее, прошу авторов своих никогда не использовать российские источники. То есть любые, если присмотреться, очень много медиа довольно серьезных в итоге ссылаются не пойми на что в своих текстах. Поэтому нужно искать, вообще искать источник, откуда это пришло, кто это написал. Комсомольская правда, между прочим, один из самых главных чемпионов по трафику в российском интернете. Она находит живых, настоящих людей, у которых есть фотографии, имя, фамилия и рассказывает их истории. Я зафиксировалась на этом вопросе Александра. Смотрю, что еще написали. Роман. Как привлечь читателя в свой текст, чтобы он не читал с каменным лицом? Инфотеймент. Я всегда, во-первых, говорю, что, конечно, задачи у всех разные. Есть авторы, которые уведут, например, профессиональный блог. Да, вот и говорят, ну я не могу в рамках там у нас завод, мы пишем, значит, такие текстовки о том, о сём, не могу там я шутить. Но шутить можно всегда. Вопросы меры, вопрос уместности шутки. Это во-первых. Во-вторых, если это какой-то серьезный вещательный орган, то интересным текст делают живые люди. Вот гораздо лучше найти сотрудника и рассказать его историю, кто работает на заводе, кто там 50 лет является секретарем этого учреждения. Рассказывать истории живых людей. Вот люди не читают мертвые тексты, которые не пойми, кто написал каменным языком. Пишите истории живых людей, люди будут читать. Потом используйте инфотеймент. Что такое инфотеймент? Это развлекательное сочетание информации и развлечения. Что такое развлечение? Для веселости мы можем начать текст с цитаты. Мы можем только с яркой, не просто, как говорил главный редактор ВОГ Виктория Давыдова, цитируя, между прочим, своих учителей, что цитата не сама по себе нужна, просто цитирую Ивана Ивановича, а цитата должна быть яркая, она должна быть спорная, парадоксальная, просто удивляющая. По улице шел хобот. Нет, не слон, а хобот. I'm sorry. Соответственно, мы используем разные приемы. Еще один прием сделать интереснее, чтобы читатель не читал с каменным лицом, это апеллировать к повестке. Какой день на дворе? Вчера был день предпринимателя. О чем люди сейчас думают? Что у них болит? О чем они говорят? На это читатель реагирует. Если текст не написан в космосе, то есть не написан в отрыве от нашей жизни, от наших болей, от наших радостей и слез. Если текст написал человек, который живет тем же, чем и мы, тогда мы придем на этот огонек и задержимся около него и не будем читать с каменным лицом. Так. Арман, какие тренды у блогеров темы по написанию текстов в нынешней действительности в России, в Российской Федерации? Арман, тренды самые разные. Если мы говорим о развлекательном сегменте, а я говорю только о развлекательном сегменте, потому что в связи с военной цензурой в Российской Федерации есть часть тем, которых я не собираюсь касаться, чтобы школа Бэнд чувствовала себя нормально на этой планете. Соответственно, остальные тренды у блогеров они тоже все равно резонируют с тем, что происходит. Куча трендов про депрессию, самопознание, про выход из тупика, про собрать себя по кусочкам. Такие тренды у блогеров. Так, Вера, я далека от гуманитарных наук, но пытаюсь развиваться и учиться писать тексты. Пишу с ошибками, подойдет ли мне ваш курс или он для приближенных к журналистике и профессии? Подскажите, где проверить текст на ошибки? Вера, есть куча всяких сайтов, инструментов, где проверяется текст на ошибки. Во-первых, Word, если вы пользуетесь Word, подчеркивает ошибки, я использую, по-моему, там, типа, text.ru, орфограф, просто забейте, да, text.ru, Анастасия пишет, забейте в поисковике орфограф, и вам выдадут несколько вариантов проверки орфографии. Отдельные слова на грамоту.ru я смотрю. Проверяйте, вот в орфографах, в текст.ru, там все подчеркивается, но не сдавайте. Смотрите, мы сейчас, да, в таком, в эре, с одной стороны, депрофессионализации, то есть во всех сферах у нас сильно просела профессионализация, и опять же, так как тексты могут писать все, все и пишут, кто как бы, в меру своих там, умений. И требования к русскому языку уже, ну, не такие всегда, есть граммар нации, но среди профессиональных журналистов куча людей пишут с ошибками, причем с сильными ошибками, выпускники журфаков, я как-то совершила ошибку, дала объявление, что ищем редактора, младшего, начинающего, чтобы, и требования ЕГЭ 100 по русскому языку. Вот мне пришло там 100 резюме, у всех было ЕГЭ 100 по русскому языку, и это не помогло ни им, ни мне. Поэтому я считаю, что научиться, во-первых, интересно писать могут все, и учиться писать из ошибок, в принципе, тоже все, но если нет дислексии какой-то, да, ярко выраженных. Поэтому проверяйте себя, лучше не ставить лишние запятые, на мой взгляд, у меня сейчас новое поколение SMM-редакторок, которые ставят запятые там, где они делают вдох. И это, я уже думаю, пусть лучше вообще запятых не будет, чем они будут постоянно встречаться. Вот, поэтому ошибки просто проверяйте в аркографах, перечитайте правила, ну, правила там, да, перед что, запятая вот это все, немножко по пунктуации прокачайтесь, пишите ежегодный диктант, кстати, это прикольное развлечение. Вот, по поводу курса, подойдет ли он вам? Как я уже сказала, как я уже сказала, писать это ремесло. Мы не начинаем там, да, обсуждать операции на открытом сердце. Мне кажется, что этот курс подойдет всем. я сама по себе тоже не сильно академический человек, я не такой филолог или лингвист, который рассуждает академическими категориями, я больше по прикладной истории. Поэтому мне кажется, что непрофессионалам подойдет, вы точно что-то полезное для себя получите. Вот, вот как раз пишет Ольга, что в выходные будет очередной тотальный диктант. Можно присоединиться, я думаю, онлайн. Илона, куда можно написать для практики, чтобы потом это можно было добавить в портфолио для работы. Но в свой блог собственный пишите. Мне кажется, мне очень симпатичны гибридные блоги, когда человек говорит, вот я Илона, вот Илон, про вас, что я Илона, но вы уже заметили, мои дорогие подписчики, родственники, одноклассники, если у вас небольшой блог близких людей, вы уже, наверное, заметили, как безумно я люблю, например, йогу. Я решила, что я свои открытия, своими открытиями и своими наблюдениями в этом, буду делиться с вами в этом блоге. То есть вы объявляете, что теперь я буду писать профессионально не только про свои личные новости, но и про профессиональные свои интересы и новости. И вы превращаете свой личный блог в такой гибридный блог, профессиональный, личный. И начинаете и начинаете туда системно писать. Вот это, во-первых, раскачивает писательство, во-вторых, это потом можно использовать как пример ваших текстов. Если вы отправляете резюме, допустим, вы в том же йога-бизнесе будете развиваться, вы можете эти тексты прикладывать, на них ссылаться, что вы ведете свой блог. Сейчас, когда многие люди подаются на различные визы или, например, даже, как я, подулывают податься на какую-то стипендию, потому что мне интересно продолжить свое обучение. Такие тексты, они очень пригождаются, потому что ты их используешь как свое портфолио. Свой блог это вполне себе маленькая медиа, на которую можно ссылаться. Татьяна спрашивает, любитель ли я феминитивов. Я абсолютно любитель феминитивов. Вот я сегодня, знаете, почему я любитель феминитивов? Не только потому, что я себя считаю феминисткой, но я и раньше была, еще до того, как я это осознала, я была любительницей феминитивов. Знаете почему? Потому что пишешь ты в журнале Гламур интро, и в нем ты пишешь продюсер и блогер в платье сказала там, что она разводится. И вот все время столкновение слов в мужском роде приводят в тексте, наводят, я плохой привела пример, сейчас так не смогла сходу что-то придумать бодренько, но вот это столкновение слов не том роде очень часто выглядит супер нелепо. Вот недавно был, я читала какую-то новость в запрещенной соцсети, в запретограмме, и там была такая новость, что, значит, завуч сказал и потом очень смеялся, когда на ее фразу ответили что-то, то есть, да, ты узнаешь, что завуч это женщина там через 25 слов, поэтому я поняла, что феминитива это супер выход из проблемы. Значит, едем дальше. Вера спрашивает, как можно найти меня в инстаграме или где почитать ваш блог? Я предлагаю вам прежде всего послушать меня, у меня есть подкаст «Как писать» называется, просто прогуглите «Как писать подкаст». Он есть в Яндекс.Музыке, есть в Apple подкастах. И еще у меня, кстати, есть подкаст, который я только недавно начала, мне нравится очень «Арбьюти. История российской косметики». Мы рассказываем во «Флакон Магазин» историю предпринимателей, которые много лет на свой страх и риск, попреки множеству проблем, делают свою косметику и как они выживают сегодня. Значит, так, смотрю, есть ли какие-то еще вопросы. Так, тренды блогеров. Татьяна, у меня создано несколько текстов, где для меня возможно выразить мое творчество и публиковать, возможно, в группах. Есть множество ресурсов, где люди делятся своим творчеством, ну, там, стихи, для стихов. Надо просто погуглить. Вы также можете обменяться с однокурсниками, текстами на этом курсе. Ну, собственно, для чего нужен блог, чтобы найти своих единомышленников и делиться текстами. Но есть сообщества, просто их надо поискать, просто погуглить. Так, Арман, кого из европейских блогеров читаете и где? Вы знаете, я сейчас просто блогеры, блогеры в сфере моих интересов, это, скорее всего, видеоблогеры, я могу кого-то смотреть. Читаю я не блогеров, я читаю журналистов. Джо Эллисон, я, кстати, решила, что надо мне взять подкаст с ней сделать, написать ей. Джо Эллисон, главный редактор приложения к Financial Times How to spend it, как потратить. Вот она для меня такой эталонный и глянцевый журналист, которая очень классно пишет и очень классно помещает моду и вообще вещественный мир, мир вещей в контекст какой-то общественный. У меня есть великолепный текст, я его привожу на одном из занятий, мы его разбираем. Она разбирает стиль Мадам Макрон, который только, ее чьи муж стал только тогда недавно президентом и помещает его в какой-то стиль, в политический какой-то контекст, очень интересно. В общем, я ее читаю, она мне очень нравится и ее приложение, которое она ведет с Financial Times. Роман спрашивает, эта лекция будет полезна всем и писателям нон-фикшн и художественной литературы. Нет, художественной литературы, я считаю, что нужно идти к писателям, у нас только про блоги и журналистику. Так, Ольга, спасибо за комплименты. Еще давайте, сколько у нас еще? Время есть. Еще 7 минут. Так. Вы знаете, вот здесь встречаются замечания, там, почему нельзя сказать по-русски, если мы будем писать разговорными словами, мы деградируем. Смотрите, мы сейчас живем во время многоголосья. Каждый человек может выйти к людям и что-то написать или сказать. Мы живем во время, когда постмодернизм разрушил не только многие институты, но и многие запреты в головах у людей, и хорошие, и плохие. Вот современные филологи и современные в принципе наверное те, кто занимается изучением языка, в общем уже согласны в том, что язык это живая вещь, язык живет вместе с людьми. Если в этой социальной группе или в этой группе поинтересно, язык меняется под интерес этой группы, соответственно нету какого-то единого, если раньше был единый рупор какой-то телевидения, я даже сейчас хотела про Советский Союз сказать, но бог с ним Советским Союзом, на Западе тоже в какой-то момент был литературный язык, которым вещало телевидение, но потом субкультуры, развитие субкультур, развитие искусств и развитие человечества привело к тому, что многие правила разрушились и какие-то академические формы перестали быть доминирующие, поэтому нет никакого сейчас, вот я даже подкаст такой, по-моему, никакого правильного, поэтому сейчас, да, можно писать только литературным русским языком и собрать своих читателей вокруг себя, но совершенно немаргинально будет группа других людей, которые говорят на разговорном языке, да, то есть пишут на разговорном языке, не только говорят, и общаются со сленгом и так далее, это совершенно немаргинализировано уже историей, и она имеет такое же существование, право на существование, как и другая группа, но я всегда считаю, что полезно сравнить себя со своими родителями, наверняка, когда вы говорили со своими друзьями, да, в детстве, ваши родители говорили, как ты выражаешься, да, а теперь, когда мы сами стали этими родителями, очень важно, чтобы мы не говорили своим детям, как ты выражаешься, если это только не абсцентная лексика, какие-то ужасные слова, мы живем в каком-то смысле благословенное время, когда можно очень много, и языком можно делать тоже можно очень много, поэтому на нашем курсе в моих лекциях нет никакого, в общем-то, граммар нации, нет никаких предубеждений, мы приветствуем все группы авторов, которые хотят писать академично, которые хотят писать литературным русским языком, которые против англицизма, мы всем рады, и каждому найдется полезный совет, но лично я придерживаюсь немного других взглядов на язык, вы можете почитать, кстати, мои какие-то тексты, где вы увидите, что у меня в общем много очень текстов написано академически, даже в общем немножко суховатенько, это я в своей какой-то новой, новом этапе жизни поняла, что я хочу больше жизни добавлять. так вот, на этом наше занятие сегодняшнее заканчивается, приходите к нам на курс «Как писать нонфикшн», этот курс идет у нас уже несколько лет, и один из наших самых успешных курсов. Большое спасибо и всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok